Командировки без... Забронируй хостел, ты же не в отпуск! Это у тебя рейс отменили, а у меня выходной. Нет документов, нет отчета, нет денег. Получайте выгодные тарифы, поддержку 24 на 7 и автоматическую отчетность. Убедите коллег оформлять командировки без стресса в Островок Командировки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приехал, получается, когда год назад, писал контракт летом. Лето тут, конечно, прекрасно. Можно погулять на набережные красивые, в Кремль можно сходить посетить. Ну, есть здесь места, которые, ну, особенно летом, очень красивый вид. Похоже на то, что было в Валенсии, так же все рядом, все близко. Прям точь-в-точь, потому что на базу так же я еду 30 минут, как и в Испании. Если надо куда-то съездить по каким-то делам, то это занимает, ну, там, 5-10, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я когда смотрел футбол, всегда мне с детства нравились такие игроки, которые, ну, делали какую-то красоту на поле, они всегда выделялись, и мне доставляло удовольствие. Мне очень нравился в детстве Роналдинио. Я пересматривал всегда его какие-то нарезки в Ютубе. Месси, который я считаю лучшим в истории. Можно сказать, мой кумир. Также мне очень нравился Неймар, Барселоне, да и сейчас. Ну, много таких примеров можно назвать, но вот если говорить про игроков, которые в детстве как-то, ну, прям потрясали за это вот Роналдинио, Месси, Крабинио, допустим, все эти игры, которые делали, вот, интересные вещи на поле. У меня был в Леванте тренер второй, во второй команде, который сейчас работает в системе Атлетика Мадрид, и он играл в Севиле вместе с Марадонной, и у него есть нарезка одного финта, который у меня учил. Он сказал, что обязательно должен это сделать в игре, но так и пока не получалось этого, но как-то в голове себя держу. Я хочу, допустим, соперник находится тут, спиной, получается, ты находишь сопернику, и ты показываешь ему туда, останавливаешь, и то есть он такой сделал финт, соперник улетел, он пробил, да. Слушай, но это не слишком по-пижонски вот этот финт выглядит? Ну, зато красиво. Это тоже зависит от соперника, то есть ты можешь на скорости сделать эластик, а если на тебя соперник выдернется, то если проходит эластик, то ты оставил его, то есть он ушел, то есть ты обыграл его. Но если ты стоишь на месте, и соперник тоже перед тобой стоит, Как бы ты не сделал эластик, ты останешься на месте. Ты должен, мне кажется, как-то интуитивно выжидать момент, когда он тебе может наброситься или быть чуть на скорости, чтобы вот это движение дал какой-то знак, чтобы он сделал движение в эту сторону, и потом ты резко внутренне выбираешь другую. Если ты технически одарен, если у тебя есть техническое оснащение, креатив, но если у тебя нет уверенности в себе, если ты не веришь в то, что ты можешь пройти, боишься ошибиться, я думаю, у тебя никогда-то не получится. Если есть какая-то зажатость или напряжение, все равно тело и организм работают по-другому. Очень часто выходил во двор, очень любил там играть, проводить время. Дело-то и после тренировок, когда возвращался, сразу уходил на поле, родителям говорил, что иду гулять. На самом деле, играл в футбол, они так были не совсем за это, потому что, ну, есть, конечно, родительные, если нет, травмы. Я понимал, что занимаюсь футболом в Академии Локомотива, и там, не дай бог, кто-нибудь придет во двор, какой-нибудь там мужик или просто какой-нибудь там мальчик, которому будет все равно, может созлость тебя ударить по ногам, но у меня почему-то не останавливало. Все равно я хотел как-то взять мяч, обыграть, и когда я выходил, допустим, на район и видел, что на коробке играют люди, я не мог просто не пойти туда, проводил много времени. И летом, когда было больше времени, я считаю, что это, на самом деле, очень много дает в плане техники, в плане мышления. Многие занимаются, допустим, в Европе и те же бразильцы. Очень многие игроки занимаются мини-футболом. Ну, я не люблю такие сравнения. Ну, может, в плане шутки это, конечно, смешно и забавно, но мне такие сравнения, ну, просто по мне они некорректные. Это что-то в стилистике Марадоны было. Это игроки другого уровня. Ну, это в плане только шутки, если воспринимать. А так, сравнения все эти, я так воспринимаю их только не серьезно. Илья Жигулев из нашей команды. Как только я наделал резинку и у меня отросли волосы, первым делом сказал, что очень похож на гриллиша. После этого вся команда подхватила, и потом социальные сети. Прикольно, смешно. Когда трофей какой-нибудь выиграешь, так же бурно будешь отмечать? Даже близко нет. Не, я не люблю так отмечать совсем. Другой совсем образ жизни. Совсем другой. Я родился в Москве и воспитывался и играл в «Локомотиве» с 5 лет. И тогда, в 2001 году, мне кажется, ни у кого у нас не было контрактов. Только вот начинались разговоры. Был какой-то список игроков, я помню, на которых рассчитывали в большей степени и хотели предложить контракт. Со мной тоже были разговоры, но контракта не было, потому что мы еще были, так сказать, не созрели для этого. Но был разговор, что мы хотим попробовать уехать в Европу. И поэтому сказали, что даже если будет предложен контракт, мы его не подпишем, но мы не уйдем ни в какую другую российскую команду. Уйдем только, если это будет клуб из Европы. И через полгода, получается, я помню, после того разговора, я уже поехал в Испанию. Много друзей, школа, то есть все очень тяжело бросать, так сказать, оставлять тут. Но я понимал, что это может быть один раз в жизни, поэтому стоит попробовать и научиться чему-то новому, потому что возраст позволял, мне было всего лишь 15-16 лет. Когда только пришел в Леванте, еще не зная язык, но месяца 3-4 точно, просто приезжал на тренировку, садился ни с кем не разговаривал, тренировался, собирался и уезжал. Тренер перестал со мной разговаривать на английском. Он захотел, чтобы я быстрее начал разговаривать на испанском. Я знаю, что он через какое-то время попросил некоторых игроков, чтобы они разговаривали со мной больше, чтобы поддерживали меня больше. То есть испанский я выучил как раз благодаря тому, что начали со мной разговаривать все на клубнике. Но хотя даже тогда до конца я понимал, что на 100% ты не сможешь перенять этот менталитет, который есть у испанцев. Но все равно работа с мячом и взаимопонимание с партнерами, это все получалось. Единственное, что мешало, это психологический момент, потому что все равно я был достаточно таким замкнутым, и это не позволяло мне до конца раскрепоститься. И первое время там в команде я не играл. Тренер снова мне не верил, много разговаривал. Через полгода уже стало много легче и начал уже играть и становиться основным игроком. Я первые тренировки вообще не мог просто найти себя на боли. То есть ты смотришь в одну сторону, видишь мяч, потом через секунду он находится уже за спиной. То есть там настолько высокие скорости с принятием решений, техническое оснащение. Ты думаешь, ну как это можно? Ну как можно вот так быстро все это делать? Но со временем ты привыкаешь, тренируешься и тоже растешь в этом плане. И поэтому с каждым разом ты привыкаешь к этому темпу. Я ехал оттуда в Ленушку сборной России. И я приезжал и понимал, что многие какие могли бы конкурировать там и тоже развиваться. Но там какое-то другое понимание, наверное, более там раскрепощенное. То есть все то, что у тебя есть качества, ты их показываешь. Ты не держишь их в себе. Тебе это дают делать. Грубо говоря, в России у тебя есть эти качества, но что-то можно давить на тебя. Ну, наверное, страх ошибиться или страх, что там о тебе кто-то подумает. Или не буду ставить играть. Там это больше, то есть ты выходишь на игры и первым делом, что тебе говорит тренер в Академии, это то, что ты должен выходить играть именно в футбол, а не выходить биться и чего-то бояться. С Реалом получилось попасть заявку не на Сантьяго Барнабе, потому что тогда он реконструировался. Вспоминая вот этот момент, для меня это как будто не происходило в реальности. То есть как будто это было во сне, что я видел в пяти метрах от себя играющего Модрича, Венисиуса, Азара, Бензима. Ну, это совсем другой уровень. Ну, то есть ты смотришь на это и ты просто восхищаешься. Из-за этого тебе хочется совершенства, расти каждый день, делать всё для этого возможно. Ну, был разговор такой, чтобы, наверное, больше было игрового времени. Начал тренироваться с одной командой, но играть за вторую команду. На последний матч чемпионата я тоже был заявлен с Кадисом, но, к сожалению, тогда у меня первая серьезная травма. Я получил пятую плюсию после окончания сезона. Потом после этого пошла такая неприятная череда травм мышечных. Когда я уже восстановился, не получал игрового времени, потому что просто понимал, что уйду в конце сезона. В России, допустим, все эти команды уже прошли сборы. В Европе они только начинались. И я в итоге решил, что не хочу всё лето находиться не в форме. Поэтому решил присоединиться. Ну, Нижний Новгород хороший город, есть свои красивые места. Приехал подписывать контракт, поехал на стадион. Я его никогда не видел, но мне он очень удивил именно и внутри, и со стороны. То есть, выглядит очень красиво. В Испании таких стадионов очень мало, на самом деле. В Ливане даже была реконструкция. Чуть-чуть стал посовременнее, но, мне кажется, не сравнится со стадионом Нижний Новгород. Я уехал из России, когда мне было 15 лет, грубо говоря. Я ещё не видел особо такой прям взрослой жизни в России. Уехал в Испанию, начал понимать их менталитет, они открытые. Даже банальные примеры, я всегда их привозил. Вот я захожу в лифт и не знаю человека, но всегда мне скажут, там, «Здравствуйте», «Добрый день». Уйдёт с лифта Илья, там, надо сказать «До свидания». Для каждой страны, там, есть свои понятия и свой менталитет. Я погружу, что есть просто разница, и это чувствуется. А сейчас у тебя испанский на высоком уровне? Да, очень спокойно. Мы чувствуем, как он говорит испанец. Когда есть выходной день, в воскресенье, если выпадает, туда бываю, прихожу сюда. Очень революционный человек, я кричу в Армении. У меня родители армяне, но они полкалакского такого района, он находится на территории Грузии, но они, то есть, армяне оттуда. И получается, там диалект немного другой. Это армянский язык, но с другим диалектом. И на нём я разговариваю с бабушкой в том числе. Меня крестили в Армении, и в детстве ездил туда к бабушке на всё лето с дедушкой. Я посещал Ереван несколько раз в прошлом году там был, как раз на матче сборной. Кстати, когда они играли шотландцами, я там побывал неделю и ещё успел сходить на матч. Поэтому сердце, мне кажется. Как-то наталкал на то, что я должен выступать в сборной Армении. И говорил это в СМИ. Такого был не секрет. Я понимал, что кто-то воспримет плохо, кто-то воспримет хорошо. Кто-то может осуждать, кто-то может наоборот принимать это и понимать. Но это ни в коем случае не может отражаться на моём психологическом состоянии. Никакого не может влиять на меня. Потому что у каждого человека своё мнение, и я вправе его высказывать. Это нормально, я это всё прекрасно понимаю. Очень много поддержки, очень много сообщений. Для меня, допустим, Эдик Спиртиан тоже большой пример. Он мне написал как раз после моего заявления. Поддержал, сказал, что рад, сказал, что ждёт. И я ему очень сильно благодарен. Валерий Георгиевич – это большой авторитет в российском футболе. И в Испании тоже его много кто знает и помнит. Мне очень приятно, что я с пониманием отнёсся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть в сборной Армении. Если твоя сборная выступает в международных турнирах, то, мне кажется, в любом случае это влияет какой-то интерес со стороны. То есть на тебя больше просто смотрят. Нет опасений, что этот выбор может тебя в итоге разочаровать. Потому что Армения никогда не отбиралась на чемпионаты мира и Европы. Сто процентов уверен, что что бы ни произошло, никогда в жизни не пожалею. Ты это решение принял осознанно. И полностью в нем уверен. Во-первых, будем предлагать все усилия, чтобы Армения участвовала и побеждала. Но даже если там будут какие-то поражения, то это ничего не будет значить. Значит, надо работать больше, стараться больше. И ни капли не жалеть ни о чем. И я уверен, что у меня этого не будет. Ты очень мотивирован вернуться в Европу? Да. Я понимаю, что просто я там побывал и понимаю, какой там уровень футбола. И поэтому, если бы была возможность, я бы очень хотелось попробовать еще раз. Но для этого надо очень сильно работать. Не хочу удовольствием сейчас с собой. Не хочу смотреть, что было буквально несколько недель назад. Это все отлично, но нет времени для того, чтобы удовольствием с собой. Надо работать, продолжать, чтобы, так сказать, свои желания и свои цели воплощать в реальность. Поэтому они говорят, что стабильность в футболе самая сложная. Почему, допустим, Месси Роналду всегда находится там в топе. Ну, то есть два лучших игрока до последних 15 лет. Они всегда это делили. Ну, потому что просто у игроков есть стабильность. И мне кажется, это самое важное, что может быть. Продолжать работать, не сдаваться. И для этого буду предлагать все усилия. Субтитры сделал DimaTorzok